ну что ж ребят мы после того как открыли книгу в человеческом переплете я так предполагаю это некрономикам книга мертвых вроде как бы она ее обложка сделана из человеческой плоти кожей плоти вот написано кровью человеческой вот после того как мы открыли эту книгу в библиотеке наш разум переселился в другое тело медсестру получается вот и наша задача сейчас найти спрятанные или утерянные медкарты основная задача проберитесь в кабинет фуллера теперь его нужно найти блок б так с медсестрой мы поговорили пациентам уже осмотрели здесь что неизвестное лекарство судя по остальным она обладает сильным побочным эффектом какое-то лекарство непонятное побочным эффектом уже видим на человеке вот лежащим просто так хроническая бессонница как у половины острова что давайте пройдемся в блок б посмотрим что здесь все наличие лихорадка что она тут делает лисиная лихорадка доктор прошу грудь часть из профессии на ливане разбавленного физиологического раствора кажется не помогает у него фибрилляция желудочков сестра дебор помоги мне пожалуйста уровень калия слишком высок замените на двухпроцентный раствор глюкозы с инсулином кальцием и бикарбонатом натрия немедленно этим займусь спасибо он ваших руках лично жесть конечно жесть в этой больнице творится какая-то непонятно он сломал спину в результате несчастного случая в доках а китобойная станция что со мной о чем вы говорите а доктор это вы да это доктор колден расскажите мне что произошло это все старая китобойная станция видите так что там произошло расскажите мне об этом в следующий раз бутлегеры на которые засели контрабандисты не они они не заходят в эту часть острова все на своем месте капитан с одной стороны кэт с другой а я что ж а я был на китобойной станции что вы там видели ничего вообще ничего пол весь прогнил и я провалился так вы и сломали спину понятия не имею потерял сознание я еще немного посплю так больше он ничего не скажет нам окей ладно что здесь у нас во она спит кстати похоже на жену на жену убитого пациента ну погибшего пациента помните да почему никто мне не сказал что ее поместили к нам медицинская карта Ирен Сандерс да вот Ирен Сандерс в карте описывается состояние в котором Ирен Сандерс поступила в Риверсайдский институт а также лечение которое ей было назначено фуллер дописал примечание примеч... да примечание он рекомендует перевести ее в психиатрическое крыло чтобы обеспечить необходимые ей тишину и покой хм ну я думаю за другим он хочет к ней перевести миссис Сандерс Миссис Сандерс вообще жесткая кукла да так Она недавно переведена из хирургического блока. Состояние стабильное. Судя по её карте, нефректомия была неизбежной, но Фуллер сумел спасти почку. Интоксикация от дыхания органических паров. Не тот ли это газ, или как его там, жир, или что это, который мы видели, зелёный такой. Снова бессонница. Нужно понять, почему она так часто встречается. Так, это пустая палата. Пусто-пусто. О, что у него с руками? Доктор Колден, вот вы где. Ну, наконец-то. Этот пациент опять перевели в психиатрическое крыло. Мы проводили назначенное вам лечение, но диски в зия не проходят. Он сильно потерял вес. Мы не смогли его перевести из-за стресса. У него началась... Сэр, я должна осмотреть вас. Колоть ему дозу пентобарбитала внутримышечно. Блин, такие названия. Так, что у него с руками? Не все кровавые раны перебинтованы. Он так сильно прикусил гугу, что она до сих пор кровоточится. Белая пена, очевидно из-за обильного слюною отделения. Итак, доктор, что мы будем делать с этим пациентом? Продолжим обрабатывать его раны. Я не знаю, что его еще мы можем сделать. С этим пациентом плохо обращались. Вы хорошо потрудились. Транквилизатор начал действовать. Теперь можно дезинфицировать и перевязать его раны. Спасибо, доктор. А что с потерей веса? Адисты везде я пропишу ему. А пока назначу внутреннее венное кормление. Короче, с пациентами творятся какие-то странные здесь дела. Давайте посмотрим, что в этом кабинете можно раздобыть интересного. Ящичка. Что ключ от котельной делает здесь? Ключ от котельной. Не ожидала найти его здесь. А что ты его не берешь? Ключ от котельной. Не ожидала найти его. Че, он нам не нужен, типа что ли? Ладно. Больше здесь ни черта нет. Так. Ладно, туда пойдем... Что? Туда пойдем попозже. Лука. Да я понимаю, что вам плохо, ребят. Не надо так плакать. Джентльмены, я могу вам помочь? Мы ждем новостей по поводу нашей матери, Морин Хардинг. Она поступила сюда почками, но с тех пор мы ничего не слышали о ней. Я ее видел, а с ней все в порядке. Я смотрела ее, и у меня хорошие новости. Ее наискровие меня обнадеживают, а почки как новенькие. Мы говорим об одном и том же человеке? Это же чудо. Она пока приходит с я после операции, но вы сможете поговорить с ней после пробуждения. О, спасибо вам огромное, доктор. Мы подождем, когда она проснется. Мы все равно сидим здесь все утро, так что нам спешить некуда. Так, получен достижение клятвы Гиппокората. Китчен. А, типа это... Как ее? Кухня. Всякие похлебки. Можно спрятаться. Пациенты и персонал больницы питаются одним и тем же. По-любому там добавлено это долбанное мясо, блин. Вот стопудово это все из-за этого мяса. Из-за этой фигни, которую они выловили там. Непонятно. Спасибо вам снова, доктор. Посмотрим в воду, доктор. Не пропустишь меня? Да ладно, врешь. Я не шучу. Я видела графики, держусь. Она снова одна в ванной. И она до сих пор ничего не сказала старой ведьме Донован. Ох ты бы себя послушала. Ах ты противная девчонка. Она не сказала. Такое впечатление, что она просто не смеет ей рассказать. Эта глупая гусыня позволяет вытирать от себя ноги. Ну что ж, по крайней мере, какое-то время нам придется делать уборку. Будем ждать и смотреть, когда вода отключится в следующий раз. Просто цирк. Так, какие-то сплетни. Доктор Колден. Медицина и тайны науки. В этой очень интересной книге, предназначенной для широкого круга читателей, описано, как непризнанные науки влияли на современную медицину. Магнетизм, народная медицина, китайская акупунктура, гипноз, лечение травами, алхимия и многие другие методы несли свой вклад в медицину в начале нашего века. Так, окей. Не заблудиться бы здесь. Мужской туалет, что ли, или что это? Так, понятно. Это самое начало. Это у нас вниз. Все так говорят. Она ведьма, старая корга. Это не я натворила. А расплачется, приходится мне. Какая несправедливость. Это нечестно. Так, что нечестно. Элизабет, как ты? Почему эта комната в таком состоянии? Потому что я, как всегда, убираю в ней сама. А воду сегодня утром опять отключили. Мне снова пришлось побеспокоить миссис Донован и дать ей повод поунижать меня. Держись. Тебе и в самом деле нужна миссис Донован, чтобы открыть кран? Я не могу принимать такие решения без ее одобрения. Представьте, что было бы, будь там утечка. Как бы то ни было, котельная почти все время закрыта. И каждый раз, когда воду выключают, я должна идти к ней и терпеть ее брань, пока она не устранит проблему. Понятно. Не унывай, Элизабет. Спасибо, доктор. Все в порядке, доктор Колден? Все хорошо, Элизабет, спасибо. Я просто хотела убедиться, что воду снова не отключили. Слава богу, что не так. Это не так. Вода десет. Я не хочу звать на помощь Донован. Давай, не позволяй этой ведьме испортить тебе настроение. Я пытаюсь, доктор, я пытаюсь. Просто... Иногда мне кажется, что она сама включает воду, чтобы поиздеваться надо мной в свое удовольствие. Ее время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на такие игры. Не унывай, Элизабет. Спасибо, доктор. Окей. Эта штука довольно капризная, если я правильно поняла. Так, она посмотрела на эти трубы. Что-то надо будет делать с ними. Такие ванны. Старенького образца все. Это, видимо, суда пациентов привязывают и моют их. Да, наверное? Окей, ладно. Так. Здесь мы еще не были, давайте. Ох ты, какая большая комната. Так, а здесь что у нас? Типа раздевалки, что ли? Наверное, скорее всего, типа, раздевалка, типа, уборная. Ну, даже не уборная, наверное, как раздевалка, да. Для персонала. Так. Фонограф. Так, книжечка. Справочник по медицинским наукам. В этой книге, как в словаре, во флоритном порядке перечислены все методы лечения, известные и практикуемые в современном мире. В каждой статье указаны крупнейшие труды по теме и наиболее авторитетные имена. Интересно, все, что мы найдем у пирса, будет? В этом, в инвентаре находиться. Так. Что же, ничего? У меня на вас мало времени, доктор. Вы еще поймете, что дела есть только не... не только у врачей. Понятно. Подождите, ты... ты это куда? В смысле, куда? Доктор Колден. Доктор Колден. Миссис Донован. Никто не должен заходить в кабинет доктора Фуллера. Но не беспокойтесь, я скажу ему, что вы заходили. В этом нет необходимости, спасибо. Я, тем не менее, все же ему доложу. Ага. Отлечь Донован, отключить воду. Ага. Надо, короче... Понятно. Вот зачем... Мы посмотрели на трубы. Нужно будет отключать воду, короче. Доза, который назначен... назначает Фуллер, слишком высоки. Рецепт на барбитураты, выписанный доктором Фуллером. Угу. Угу. Улика есть. Так. Улики. Понятно. Предметы, знания. А пирса мы пока не можем открыть, потому что не за него играем. Уома де Линкуэнте. В своей псевдонаучной книге Чезары Ламброза демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезность исследований и впечатляющие примеры могут обмануть и сведущего читателя. У нас кончается это лекарство. Я знаю, доктор. Мы отправили бланк заказа, но миссис Донован его отклонила. Снова. Вы ничего не можете сделать? Донован получает инструкции напрямую от доктора Фуллера. Боюсь, сейчас я ничего не смогу сделать. Жесткие эти, блин. Что Фуллер, что это Донован. Какие-то странные люди. Мы уже несколько недель ждем пополнения запасов. Так, ладно. Идем дальше. Бойлерная. Дверь к котельной закрыта. Где же я видел этот ключ? А, да, в кабинете в блоке Б. Так, а теперь надо взять ключ, да? Почему сразу-то его не взять было? Так, Томас Фуллер. Будем надеяться, что я смогу пройти через офис администрации. В операционную невозможно войти после операции. Это операционная, понятно. А это что? За кабинетик. Эдвард Пирс. Его карта не заполнена. Что Фуллер с ним сделал? История болезни Эдварда Пирса. Это очень странная карта. Она не полностью заполнена, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования соблюдены. Оба-на. Спасибо вам за помощь, доктор. Спасибо. Я пойду. Обычно ключ от котельной мы вешаем сюда. Доктор Фуллер всегда носит ключ с собой. Доктор Колден. Понятно. Ничего интересного. Так, ладно, здесь сейчас еще посмотрим и пойдем за ключом. Это маленький, тихий городок. Проходят дни, похожие друг на друга. Я хотел добиться большего, но... Но, увы, вышло как всегда, наверное. Он имел в виду. Не понимаю, почему нас заставляют так долго ждать. Тут почти нет пациентов. О. Этан? Мария, я... Что вы тут делаете? Жду лекарства, конечно же. А что? Мы об этом уже говорили. Я пропишу вам что-нибудь. Вы не умеете лгать. Почему вы вместо этого не пришли ко мне? Расскажите симптомы. У меня болит голова. И я не могу спать. Страдаете от бессонницы? Нет. Послушайте. Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. Этан, если вы не доверяете мне, то кому вы можете... Я еще вообще можете добереть. У меня кошмары. Они не дают мне заснуть каждую ночь. Я знаю, звучит глупо, но они просто ужасны. Вообще-то, вы не один такой. Нет. Один. Никто и никогда не видел того, что вижу я. Я словно схожу с ума. Вы просто устали. Похоже на какую-то болезнь. От этой болезни страдает столько людей. Это как эпидемия. Думаете, это как-то связано с работой Фуллера? Я пока не знаю, но скоро выясню. Все на острове мучаются кошмары. В самом деле? У нас больше не осталось лекарств. О. Тогда прошу прощения. У вас, наверное, много работы. Берегите себя. И вы себя, Мари. Машка знает, что говорит. Куда ушла моя невеста? Надеюсь, эти психи перестанут отражать ее работой. Так, окей, ладно. Идем за ключом. Так, вот здесь он был. В одном из шкафчиков. Включат котельный. Нужно выключить воду и надеяться, что Донован заглотит наживку. Донован заглотит наживку. Так, где у нас бойлерная была? Блока. О, вот она. Буллерная. Так. И где здесь можно отключить воду? Все, изоленты, смотрите, перемотано. Все, на соплях держится. Блин, девушку будет жалко сейчас. Которая издевается. Я не могу закрыть это с моими руками. Нужно какой-то инструмент. Вот здесь куча инструментов. Найдите подходящий инструмент. Целая куча вон инструментов. Почему не взять? Так. А где у нас могут быть лежать инструменты? Здесь. Нет, здесь ни черта. Или здесь. Она мечта. Так. А цвет наверняка спрятан в кабинете Фуллера. Ты заманаешься искать инструмент, которым можно открыть этот вентиль. Здесь у Дона, вон, может, лежит. Какой-нибудь там гаечный ключ или... Фиг знает. Молоток. Вот кувалда. Просто долбануть бы этой кувалдой и все. Делов-то. Еще инструменты искать. Здесь, может, какой-то лежит. Найти подходящий инструмент. Может, он поможет? Все в порядке, Этон? Да, я просто... Я знаю, мне пора. Я буду работать допоздна. О, хорошо. Но здесь, по-любому, не может быть никаких инструментов. Или тоже в каком-то ящичке здесь лежит. Нет, нет, здесь ни черта. О, уборщик ушел отсюда. Отлично. Отлично. Идем в бойлерную. В бойлерную. Так. Где у нас? Здесь, да? Отлично. Наверное, надо было дверь закрыть, чтобы не видели нас. Так. Я виновата перед Элизабетом, но мне нужен отвлекающий маневр. А, вернуться к Элизабет. Доктор Колден, кажется, у нас проблема с водой. Я как раз хотела об этом сказать, похоже, снова отключили. Я больше так не могу, Мария. Я сейчас взорвусь. Ты не виновата в том, что у нас плохие трубы. Но накажут все равно меня, потому что мне придется ругаться с этой старой ведьмой. Не унывай, Элизабет. Вот так. И на этот раз попридержи язычок. Бедная, бедная девушка. Но что не сделаешь ради правды. Так. Старая ведьма ушла, да? Наконец-то. Копавшая карта должна быть прятана где-то здесь. Окей. Психологические исследования. Синдром Стенделя, конечно же. Вот где Фуллер нашел диагноз Фрэнсису Сандерсу. Исследование синдрома Стенделя. Достаточно редкого психического заболевания. У страдающих от этого синдрома людей появляются психические отклонения, связанные с воздействием произведений изобретательного искусства. Так. Доктор Фуллер, 1849 год. Прям гарем, смотрите. Что-то с этим, с этим мачтем не так. Это какая-то головоломка. Да ладно. Повернуть еще. Да ладно. Карты пациентов, я была права. Белый корабль. Блин. Просто два раза что-то повернул, у меня, короче, открылось. Так, давайте здесь еще посмотрим, может. Закрыто. Окей, ладно. Карта так, карта. Интервью Сары Хокинс. Этот цилиндр был спрятан в офисе Фуллера. Он записывал свои соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа, которым он подвергал Сару Хокинс. Хм. Все? А, надо послушать, наверное. Заключение сеанс номер 17. Пациент Сары Хокинс. Сара Хокинс. Пациентка, похоже, наконец-то смирилась с цилизированной природой того, что она называет мифом. Очевидно, что ее необычный вред — это цена, которую ей приходится платить за исключительный дар. Этот палец принадлежал женщине, но зачем принять его здесь? Почему доктор Фуллер пишет психологический отчет о Саре Хокинс? Поначалу я предполагал, что ключом ко всему является ее кровь. Но я не нашел ничего, что объясняло бы способность миссис Хокинс. Какую способность? Так, у нас есть скрытые, короче, эти штуковины тут всякие. Давайте попробуем найти. Почему Этон принимает лекарства? Бедняги внизу, не единственные пациенты Фуллера. Потом пришел взбешенный Джеймс. Чарльз что-то от него скрывал. Полагаю, рано или поздно он попытается вломиться в подвал. Я к этому готов. Хокинс, Фитцрой и Фуллер. Что их связывает? Какая удача, что мне хватило ума разместить морг в подвале. Когда шум вокруг дела, Хокинсов утихнет, я избавлюсь от ее вещей. Засранец, он причастен к этому. А пока, они будут спрятаны у всех на виду. В смысле, трупы? Конечно же, это связан с Сарой Хокинс. Обгоревшая туфелька, похоже, она принадлежала Саре Хокинс. Жесть, этот ублюдок связан, короче. Он, наверное, поджег. Нужно вернуться в подвал. Я должен пойти другим путем. Окей. Как скажешь. Так. Идем в подвал. Где он у нас там был? В подвале у нас, как это там, психиатрическая, да, лещебница? Это, наверное, тот как раз момент, короче. Когда Пирс был здесь, вот, в лечебнице. Сейчас мы к нему, наверное, придем. Хотя фиг знает. А может, это уже после. Че-то кровище, смотрите. Ребятки, что-то здесь не так. Опа. А-а-а. Вот теперь я узнаю свою Марии. Я знал, что могу рассчитывать на вашу научную любознательность. Пишла пора показать вам то, что вы так отчаянно пытаетесь разнюхать. Оу. Да у нас еще и левая дверь есть. Если хотите пристрелить меня, по крайней мере, имейте смелость вглянуть мне в глаза. Поворачивайся. Медленно. А, это Дрейк. Говори, грязный вор, или клянусь, я выстрелю. Я прибыл на этот тросов, чтобы расследовать смерть, и оказался в вашем магазине. Совершенно случайно. Я серьезно. Я увидел разбитое стекло и пошел по следу. Почему книга была в сейфе? Вы считали ее? Ответьте на вопрос. Это было очень глупо. Теперь вы не сможете противиться воле. Что она вам показала, что ли? Я видел, чьи... Там была Мария Колден. Она пошла в кабинет Фуллера. Она искала труп Сары Хокинс. Вы сказали, Сары Хокинс? Вернемся к началу, хорошо? И чью же жизнь некрономикан решил вам показать? Я же говорю, некрономикан. Доктор Колден. Она была в Вервицайском институте. Она в опасности. Мне нужно идти. Стойте. Никто не разбирается в окультных науках лучше меня. Вам может потребоваться моя помощь. Да. Ладно, хорошо. Вы и впрянь можете мне пригодиться. Отлично. Мы достретимся в особняке Хокинсов. Позже. Нет, идите. Спасайте доктора. Спасибо, Дрейк. Я же говорю, некрономикан. Все-таки я что-то знаю, блин. Что-то знаю. В западне. У нас ачивки только и даются. Так. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощный наблюдал, как подруга Брэдли приводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Реверсальского института скрывал информацию о Старе Хокинс, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Ну что ж, друзья. На этом будем заканчивать. Вот. Наша часть. Очередную часть расследования таинственного дела. Вот. Сары Хокинс. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok